Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Анастасия Харужа. И прямо сейчас коротко о главных событиях дня. Я из суда вышел с клеймом экстремист. Я не собираюсь с таким клеймом жить. Суд огласил приговор художнику Василию Слонову. Мастера приговорили к году исправительных работ за неваляшку с восьмиконечными звездами. Реакция Василия Слонова на приговор в сюжете Алены Кузнецовой. От пункта А до пункта Б ты, к примеру, вместо пяти минут едешь в пятьдесят минут. Сразу несколько улиц встали в пробки из-за дорожного ремонта на второй Брянской. Заторы фиксируют на улицах Калинина, Майорчика и Брянской. Нам собираются, извините меня, морду покрасить, замазать и сделать нас красавицами. Режим угрозы ЧАЭС ввели в центре города из-за аварийного дома. Памятник культурного наследия рушится на глазах у горожан. Кто должен ремонтировать здание? Окна в Краеведческом музее отреставрируют почти за 115 миллионов рублей. Закроют ли музей для посетителей и когда завершат работы? Семья из села Красная Сопка могла отравиться средством от насекомых. В рвотных массах погибшего 13-летнего мальчика обнаружили следы дихлофоса. По данным прокуратуры, дом обработали средством варан накануне отравления. Как пояснили родители в ходе допросов, они не исключают возможности попадания в пищу, вредных для организма веществ. Также они пояснили, что отец семейства накануне обрабатывал помещение дома данным препаратом, после чего помещение незначительно проветривалось. Аэрозоли отправили на химическую экспертизу для определения состава и влияния содержимого на организм человека. Исследования проводят московские эксперты. Отравление средством от насекомых в прокуратуре называют приоритетной версией. Тем временем Следственный комитет рассматривает еще одну – отравление полуфабрикатами из местного магазина. Напомню, семья почувствовала себя плохо после ужина пельменями и курицей. Четверо детей скончались в больницах. Их мама и папа выжили. Сейчас они проходят лечение. Их могут выписать через несколько дней – 25 или 26 сентября. Суд огласил приговор Василию Слонову. Решение – один год исправительных работ. Это гораздо более мягкое наказание, чем запрашивало обвинение. И тем не менее художник намерен его обжаловать. Подробности в сюжете Алены Кузнецовой. Слушайте, ну к сожалению, не разрешили при камерах срезать браслет, поэтому на ноге только рана от кандалов. Василий Слонов радуется, что с него наконец сняли электронный браслет для домашнего ареста. Это первая реакция художника на решение суда. Меру пресечения домашний арест заменили на временную подписку о невыезде. Главное же в сегодняшнем заседании – приговор. Один год исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты признан виновным по статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Преступление суд усматривает в том, что художник показывал свое произведение «Неваляшка-каторжник» с восьмиконечными звездами. Сам Слонов вину по-прежнему не признает и готов к худшему. Я ограничен в комментариях, потому что нужно понимать, что прокуратура данная мягкая, мягкий такой приговор может обжаловать. Поэтому уж так я как-то там торжественно, победоносно не могу оставлять каких-либо комментариев. Ну а в целом вина не снята, я считаю себя невиновным, вины моей как таковой нет. Как дальше будет развиваться ситуация, посмотрим. Приговор Слонову и правда можно считать мягким. Обвинение запросило куда более серьезное наказание – два года принудительных, а не исправительных работ. Исправительные работы подразумевают, что из заработка осужденного забирают часть в пользу государства. Если человек безработный, работу для него находят. При этом живет труженик дома. Что же касается принудительных работ, которые прокурор хотел для Слонова, они считаются одним из самых тяжких видов наказания после лишения свободы. Если лишение свободы от изоляции от общества, то принудительная работа и фактически это та же самая изоляция, только человек едет на работу в трудовой центр. В трудовой центр и там выполняет определенную работу, определенный срок. Находится под надзором ГУФСИН, охранники, забор, колючка, режим. Приехал-уехал такое бывает, но это не сразу. Приехал-уехал, если вы говорите про то, что можно жить дома. Это решает потом через определенный срок, через часть отбутого начальника учреждения. Такое смягчение приговора сам Слонов объясняет общественным резонансом и благодарит всех, кто его поддерживает. Я человек достаточно известный и ко мне обращено какое-то внимание, я могу приковать. Но есть большое количество людей, которые по этим статьям... Я вообще считаю, что вот этот закон, отсутствие закона о восьмиконечных звездах и все дела, по которым люди были осуждены, они должны быть пересмотрены. И большая часть этих людей должна быть реабилитирована. Вот, поэтому я в этот процесс вошел художником, а из этого процесса выхожу уже художником и немножко правозащитником. Один год исправительных работ – так звучит основная часть приговора художнику. Но на деле судья озвучила немаловажное дополнение. Слонову зачтут дни под стражей и домашним арестом. Математика непростая, но тем не менее. Один день в СИЗО считают за три дня исправительных работ. По домашним арестам художник был больше семи с половиной месяцев. Каждые два дня из них приравнивают ко дню в изоляторе. В итоге, по приблизительным подсчетам, из года исправительных работ, что получил Василий Слонов, вычтут больше 350 дней. И от срока останется около двух недель. Звучит не страшно, но художника это мало волнует. Приговор обвинительный, и поэтому Слонов намерен его оспаривать. Я буду обжаловать. Нет, я буду обжаловать, сколько бы не понадобилось на это лет. Если не получится восстановить честное имя в течение жизни, этим будут заниматься мои дети. Если человек невиновен, он должен быть невиновным. Знаете, мне родители говорили, сынок, береги честь с молодым. А я из суда вышел с клеймом экстремист. Я не собираюсь с таким клеймом жить. Удастся ли Василию Слонову обжаловать решение, станет ясно позже. На подачу апелляции у него есть 15 дней. До вступления приговора в законную силу художник под подпиской о невыезде. Алена Кузнецова, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Бабье лето уходит. Приходят заморозки и снег. Уже на этой неделе ночью столбики термометров опустятся до минус одного. Дневные температуры не превысят плюс 7 градусов. Кроме того, синоптики передают усиление ветра. Из-за предстоящих холодов дачники волнуются, не пропадет ли оставшийся урожай на грядках. Однако, по словам агрономов, некоторым культурам мороз даже полезен. Я думаю, что сейчас большинство культур уже убрали. Огородники, если вы о дачниках говорите, в принципе, плодово-ягодная культура. Но эти заморозки, я думаю, которые будут сейчас, они выдержат. Попустя наоборот, заморозки даже сейчас. Легкий морозец, он полезен. Сахара будут накапливаться. Капусти для цели консервирования, я имею в виду, для засолки, квашения. Несмотря на приближающиеся заморозки, горожане еще смогут насладиться теплыми днями. К концу недели синоптики обещают потепление до 13 градусов. Далее температура будет постепенно снижаться. Три улицы встали в пробки из-за ремонта на 2-й Брянской. По данным сервиса 2ГИС, заторы фиксировали с самого утра на трех участках. На Калинино, Майорчака и Брянской. Последнюю как раз и ремонтируют. Там сняли асфальт и прикрыли одну из полос. Водители тем временем разделились на два лагеря. Одни жалуются на долгий путь в точку назначения. Другие только рады долгожданному ремонту. Я думаю, что это ужасно, когда в зиму начинают ремонт дорог. Все. У меня все. Двигаться невозможно просто. От пункта А до пункта Б. К примеру, вместо 5 минут едешь 50 минут. Давно пора уже. Ездить невозможно. Все уже. Дыри все отваливаются. А вы через Калинино ездили сегодня? И сколько стояли в пробке? Да недолго. Минут 10. Да. Ну, недолго, на самом деле. Ну, сильно затрудняет движение? Пока нет. Так посмотрим. Сейчас все люди вернутся, все там уже видно будет. Едем мы такие все. В школу, за детьми и везде. Другими словами, ужас. Сколько у вас дорога занимает? Я ехала от Калинина 18 до заправки. Я ехала 50 минут. Ближе к вечеру сервис Двагис фиксировал заторы на улицах Брянская и Караульная. Напомню, ремонтировать вторую Брянскую начали еще в середине сентября. По контракту все работы должны завершить до 15 октября 2024 года. А сейчас мы прервемся на рекламу. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК Нью. Там мы публикуем самое важное и срочное. Новости обновляются каждые 10-15 минут. ТВК Нью. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе. В сквере Казачьей убрали футбольные ворота, об которые накануне 8-летний мальчик рассек голову. Проверка прокуратуры показала, ворота были неисправны. За пропаганду Child Free начнут штрафовать. В Госдуме обсуждают штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов, когда закон начнет действовать. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. Продолжение следует... Напомню, накануне днем 8-летний мальчик играл в мяч на детской площадке возле ворота с баскетбольным кольцом. Во время игры он ударился о сломанную конструкцию головой и рассек ее. Ребенку потребовалась медицинская помощь. С рваной раной в теменной области его доставили в больницу. Директору Красгорпарка внесли представление. В центре города ввели режим угрозы ЧАЭС из-за аварийного жилого дома. Распоряжение подписал мэр Красноярска Владислав Логинов. Речь идет о фасаде дома на Ленина-127. Памятник культурного наследия рассыпается на глазах у красноярцев. Тем временем в управляющей компании говорят, денег на реставрацию не выделяют. Поэтому контраварийные работы планируют проводить за счет жильцов дома. Кто и на чьи деньги должен ремонтировать здание, расскажет Екатерина Черных. Я не поняла сначала, что это происходит. Глянь, крышка от пароварки, прям вот прогнулась. Эту пароварку, которая пострадала от кусков фасада, Валентина Васильевна теперь хранит как память, но не как светлые воспоминания. На месте посуды могла оказаться и сама жительница дома на Ленина-127. Пенсионерка рассказывает, тот день помнит, как сейчас. Выходит на свой балкон за банками, а вокруг камня. Поднимает голову и видит разрушающийся фасад, а позже и помятую пароварку. Валентина Васильевна сторожил, здесь она живет уже больше 50 лет. На балконы здесь и так стараются не выходить без необходимости, говорит Красноярка. А сейчас опасно выйти даже из подъезда. Мы уже, знаете, сами ходим и боимся, что обрусится на нас какой-то камень, или лепнина упадет, или известь рушится. Но сколько можно ждать? Ну, надеемся на следующий год, если мы сами будем живы. 20 сентября администрация города ввела режим угрозы ЧС. Оно и понятно, дом построили еще в 1955 году. Первый капитальный ремонт здесь планировали перед универсиадой, но проект управляющая компания отклонила деляться местные. По их словам, документ не соответствовал нормам и делали его без учета расположения окон и арок. После этого сроки вновь переносили, так как фонд капитального ремонта не мог найти подрядчиков для выполнения работ. Тем временем дом на Ленина 127 так и стоит без ремонта уже 10 лет. Вот это недоработка мэрии. Они не сделали капитальный ремонт. Один раз, второй раз, третий раз. Они не сделали, не выполнили работу. Несмотря на то, что у нас вся внутренность гнилая, нам собираются, извините меня, морду покрасить, замазать и сделать нас красавицами. Это Ряузовский переулок. Он разделяет тот самый дом на Ленина 127, который является объектом культурного наследия, и краевую администрацию, которую, к слову, в прошлом году полностью отремонтировали. Теперь свежий новый фасад соседствует со старым, который постепенно обрушается. Режим угрозы ЧАЭС ввели, а вот деньги для того, чтобы оградить опасный дом, делится директор управляющей компании администрации, не выделяет. Поэтому делать контраварийные работы придется за счет накопленных средств жильцов. Нам отвечали, они выделены, потому что очень много домов, которые находятся в том же самом состоянии. Если одному дому выделить такой бюджет, то придется выделять всем домам, а это очень много денег. То есть вы решили все делать самостоятельно? Ну, а какие у нас есть варианты? То есть денег нам никто не выделяет. У нас есть распоряжение главы города, и если мы его не исполним, будут последствия для нас, как управляющая организация, как для юридического лица. Эксперты в сфере ЖКХ говорят, фасад дома действительно должны содержать жильцы за свой счет и даже памятники культурного наследия. Однако в случае объявления о угрозе ЧАЭС, деньги на ремонтные работы администрация должна выделять из резервного фонда. В мэрии уточняют, сейчас дом постепенно подготавливают к реставрации. Администрация города Красноярска проведена работа о переносе сроков капитального ремонта фасада этого дома с того срока, который был назначен региональной программой, на 2023-2025 год. То есть в ближайшее время там должен пройти капитальный ремонт фасада. Сейчас фонд капитального ремонта уже определил подрядчика и делает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт фасада этого дома, которая проходит соответствующую экспертизу. В случае, если управляющая компания не проведет контраварийные работы, ими займется Департамент городского хозяйства и транспорта. По словам администрации, это обеспечит безопасность до начала капитального ремонта. Правда о том, когда рабочие приступят к реставрации, в мэрии оперативно прокомментировать новостям ТВК не смогли. Жители дома терпеть и ждать устали, поэтому обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Сейчас жильцы собирают все необходимые документы для возбуждения уголовного дела. Фоторепортаж о домах с похожей историей вы можете посмотреть на нашем сайте по QR-коду, который вы сейчас видите на экране. Екатерина Черных, Мария Шаманаева, Владимир Антонов. Новости ТВК. В Красноярском краеведческом музее отремонтируют окна почти за 115 миллионов рублей. Их хотят вернуть в исторический вид по проекту Леонида Чернышева. Это архитектор здания при строительстве музея в 1914 году. Тендер на поиски подрядчика по замене окон появился на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ – 114 миллионов 560 тысяч рублей. Как рассказывают в пресс-службе музея, реконструкция не помешает посетителям. Музей будет открыт, он не будет закрываться для посетителей и будет работать в стандартном режиме. Потом, еще, наверное, через годик, 400-летию, в Красноярске планируется более масштабный ремонт. Сад, кровля, прилегающая территория, благоустройство. Представители краеведческого музея отмечают – вид здания после работ не изменится. Рисунок египетского храма останется. Подрядчика на ремонт окон ищут до 3 октября. Закончить эти работы планируют примерно до конца декабря 2025 года. В эко-парке «Гремячая грива» построят этнодеревню за 39 миллионов рублей. Изначально цена контракта составляла более 50 миллионов. По данным сайта госзакупок, победителем торгов стала компания «Крассип Техстрой». Этнодеревню должны построить к концу декабря 2024 года возле Серебряного лога. Там появятся три типа жилищ Красноярского края – чум, юрта и русская изба. Также на территории парка установят детскую площадку «Царь рыба», амфитеатр, интерактивную подсветку в виде северного сияния, навигацию и многое другое. Отмечу, ранее компания «Крассип Техстрой» отвечала за строительство сквера «Добрый» на Новосибирской 39. Его открыли в ноябре 2018, а в июне там обрушилась брусчатка. Тогда мэрия нашла нарушение в работе, однако подрядчик отказался проводить ремонт по гарантии. Администрация Октябрьского района обратилась в суд и выиграла спор. Компанию обязали исправить нарушение и выплатить штраф 79,5 тысяч рублей. Режиссер мультфильма «Ёжик в тумане» Юрий Норштейн обвинил Банк России в плагиате. Все из-за памятных монет, которые банк выпустил к 50-летию создания мультфильма. Режиссер заявляет, у него и его жены, Франческе Ярбусовой, художницы-постановщицы фильмов, не спрашивали разрешения. Факт очередного воровства, мерзкого, злодейского, причем воровства, которое сопряжено не просто с самим фактом воровства, а еще и с фактом плагиата. Пришло сообщение, что Центробанком выпущены вот такие монеты. Вот видите, я специально сделал вам оборотный, перевернул персонаж, видите, здесь наоборот написан «Ёжик». А теперь снова возвратимся к Франческе Ярбусовой. А вот он перевернутый персонаж. То есть так, как он у Франчески. Вот видите, вот он он. Очаровательно, не правда ли? Юрий Норштейн обвиняет в плагиате главу Совета директоров Союзмультфильма Юлиану Слащеву. По словам Норштейна, Слащева забрала права на всех персонажей от всех художников студии, которые имели влияние на отечественную мультипликацию. После слов Норштейна, Центробанк заявил изданию РБК, что монета «Ёжик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем, то есть между Союзмультфильмом и Банком России. Напомню, накануне Центробанк сообщил о выпуске монет номиналом в 3 рубля и 25 рублей из стали, а также 25 рублей из медно-никелевого сплава. Их тираж составит 1 миллион штук. На 5 миллионов рублей начнут штрафовать за пропаганду «Чайлдфри». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на проект Кабинета министров. Автор инициативы – член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Айткулова. Запретить пропаганду бездетности планируют в интернете, СМИ, кино и рекламе, а также ввести административную ответственность. Штрафы за нарушения составят до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. О суммах заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пропаганда «Чайлдфри» со стороны иностранных граждан грозит выдворением за пределы РФ, уточняет ТАСС. Изменения внесут в административный кодекс. Также депутаты отмечают, что в законопроекте речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека. Предложенная нами концепция была поддержана депутатами, общественностью, религиозными организациями. Сейчас законопроект, пусть уже за другим авторством, получил поддержку правительства России. Мы надеемся, что он будет принят Государственной Думой. Однако по каким критериям будут отключать пропаганду и образ жизни, пока неизвестно. Документ отправили на доработку. В том числе нужно пересмотреть критерии отказ от деторождения. Суда, считают, в правительстве не должен входить отказ от рождения детей по религиозным соображениям, медицинским показаниям или в случае изнасилования. Ранее Госдума дважды отклоняла инициативу башкирских депутатов. Но в последние месяцы идея запрета темы бездетности стала популярной. В Красноярске более 500 зданий останутся без отопления на неделю. Где перестанут подавать тепло и в чем причина? Об этом и не только в рубрике «Новости коротко». 517 зданий в Черемушках останутся на этой неделе без отопления. Микрорайон будут переподключать к обновленной тепловой сети. Настройку системы центрального теплоснабжения не завершили, говорят в мэрии. Сложность подачи тепла есть в домах на проспекте Мира 33, Карломаркса 58, Декабристов 30, Можайского 14, Московской 22 и 28, Чайковского 7. Причина – аварии на сетях, ремонт управляющей компании и проблемы с капремонтом. В мэрии предупреждают, что проблемы могут возникнуть и в отдельных квартирах города. В этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Отопительный сезон в Красноярске стартовал 12 сентября. Тепло должно появиться во всех домах завтра, 25 сентября. Рост цен на продукты в Красноярском крае замедлился на 9%. Об этом сообщают в Красноярском отделении Банка России. Стоимость на продукты перестала расти впервые за 5 месяцев. По словам экспертов, в край начали завозить больше продуктов или увеличились местные предприятия. Рост предложения привел к снижению цен. В итоге стоимость пельменей, сосисок и колбасы в августе выросла меньше. А по сравнению с июлем эти продукты подешевели. По той же причине замедлился рост цен на свинину, курицу и яйца. Кроме того, в этом году вырос урожай картофеля. Увеличились поставки импортных фруктов. Поэтому в августе годовой рост цен на бананы и виноград значительно снизился. Груши, апельсины и лимоны в конце лета стали дешевле по сравнению с прошлым годом. В Красноярске временно закроют проезд для транспорта в Кировском районе. Нельзя будет проехать от улицы Апрельской в районе дома номер 9 до здания по адресу Кутузова, 1, строение 37. Ограничения начали действовать сегодня с 19 часов. Запрет снимут 18 октября в 20.00. До этого времени там будут ремонтировать и благоустраивать дорогу. Как подготовиться к беременности? Какие анализы нужно сдать будущим родителям? Расскажет Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Африку накрылось снегом. Из-за заморозков погиб один человек. Обзор самых популярных тем в соцсетях ТВК в рубрике «Слово админу». Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Далее в эфире рубрика «Вопросы доктору». Сегодня врач Владимир Хиновкер расскажет о подготовке к беременности. Здравствуйте. Это «Вопросы доктор». Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня вопросы про предгравидарную подготовку или подготовку к беременности. Ну, побуду немножко акушером. Как подготовиться к беременности? Как говорил незабвенный Михаил Михайлович Жванецкий, одно неловкое движение, и вы отец. Ну, шутки шутками, а на самом деле я для себя выяснил, что существует такая междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины. Называется аббревиатура «Марс». Так вот, они выдали целый протокол, целые рекомендации предгравидарной подготовки. Вот этой подготовке к беременности. Нужна ли она на самом деле? Послушайте, я не знаю. Ну, давайте скажем, во-первых, что Homo sapiens, это вот тот вид, к которому мы сами относимся, появился примерно, по разным оценкам разных ученых, от 150 до 300 тысяч лет назад. И тогда популяция вот этого Homo sapiens, который произошел из человека прямоходящего, от Homo erectus, составляла примерно миллион населения. В 1800 году у нас был миллиард, а вот сегодня уже 8,2 миллиарда. Как видите, репродукции человека на Земле пока ничего не угрожает, и нет никаких предпосылок к тому, что нас станет меньше или что мы можем выродиться, если, конечно, сами себя не убьем всемирной катастрофой атомной. Но это одна сторона медали. Другая сторона, конечно, антропогенная или человеческое влияние на окружающую среду. И человек, размножившись, не стал здоровее, хотя это утверждение тоже весьма спорное, продолжительность жизни у него все-таки в разы выросла. Так вот, говоря о том, что мы хотим, чтобы наше потомство было здоровым, прекрасным, красивым и, самое главное, лучше нас, наверное, нужно не перегибать палку, а сказать следующее, что если у вас есть проблемы со здоровьем, вы планируете беременность, то, конечно, эти проблемы нужно постараться решить до наступления беременности. Ну, в пределах разумного, конечно. Если у вас есть проблемы репродуктивного характера, проблемы с женской или мужской половой системой, то точно совершенно вы знаете, что делаете, и ваш врач вам это подскажет. Однако, абсолютно здоровым людям, которые считают себя абсолютно здоровыми, им больше 18-19 лет, которым уже рекомендовано беременеть и рожать, а сегодня это прям целая государственная политика, нужно, конечно, пройти какой-то курс обследований, чтобы вдруг потом во время беременности уже не выяснить, что у вас там опущение почек, что у вас удвоение матки, что у вас еще какие-то проблемы серьезные. Вот такое вот скрининговое, простое внешнее обследование, безусловно, не повредит. Это первое. И второе, совершенно точно нужно отказаться от вредных привычек. Бросить курить, прекратить неумеренно употреблять алкоголь, не употреблять разные токсические вещества, вредные для здоровья, постараться вести более-менее здоровый образ жизни, высыпаться и отдыхать, разнообразно питаться. Если вы страдаете избыточным весом, похудеть. Должен ли будущий отец готовиться к зачатию? Безусловно, отец – неотъемлемая часть зачатия, поскольку, как мы знаем, ребенок не только продукт Божьей любви, но и продукт встречи сперматозоида и яйцеклетки. Ну, в общем, насколько здоровая яйцеклетка и здоров сперматозоид, вот, в общем, настолько же и будет здоров в перспективе плод этой любви. Отцу тоже стоит заботиться о себе, и если есть проблемы со сперматогенезом, если есть проблемы с качеством спермы, то ваш врач-уролог, андролог вам поможет эти проблемы решить. Ну, а общие рекомендации остаются теми же – бросайте курить, вставайте на лыжи. Африку накрыло снегом. Для материка сугробы настолько большие, что убирать их будут при помощи армии. Как выглядят заснеженные улицы? И что еще активно обсуждали в соцсетях ТВК? Слово админу Полине Муралевой. Владельцам машины эти кадры бьют по-больному. На Свердловской школьники закидали камнями Тойоту, разбили зеркала, стекло и фары. Зеркала, 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 зеркала. Хозяин авто даже не успел написать заявление. Полицейские сами нашли видео в соцсетях. Камни накидали на 100 тысяч рублей. Школьников 8-9 лет нашли. Они во всем сознались. Пока родители мальчиков не до смеха в соцсетях шутят. Зато дети не в телефонах, а на свежем воздухе. На этих кадрах, не поверите, Африка. Из-за заморозков там погиб один человек, а в нескольких провинциях парализовало движение. Где-то сугробы по 2 метра, а убирать эти завалы будут при помощи армии. В Красноярске заморозки только впереди. А пока теплу радуются и божьи коровки. На балконах горожан целые тусовки. В шоке даже коты. Что сделать, чтобы эти жуки улетели? Секретный лайфхак от ведущего новостей ТВК Сергея Григорьева. Предупреждаю, не открывайте окна в офисе. Иначе потом каждый придется спеть. Божья коровка, улети на небо. Там твои детки кушают конфетки. Дальше забыл. Пропала ириска. Эта кошка трудилась в цветочном магазине в центре Красноярска. С обязанностями справлялась хорошо. Лазала по деревням, шугала птиц и спала, где захочется. Недавно кошка не вернулась на работу после прогулки. Флористы думают, что ее могли забрать домой. Еще один пушистый работник потерялся почти пять месяцев назад. Библиокот Борис ушел гулять по овсянке еще 12 мая. В местной библиотеке он жил почти два года, поэтому просто потеряться не мог. Работники думают, что котика забрали. Могли подумать, что он бесхозный. Как выглядит отдых врачей после сложной операции? На этом фото хирурги краевой больницы отдыхают между этапами 12-часовой операции. В соцсетях кадры вызвали большой отклик. Сразу видно, насколько сложная эта работа. Пишут в комментариях. Это был обзор самого популярного за неделю в соцсетях ТВК. Переходите по QR-коду и подписывайтесь на нас. Помимо новостей, каждый день в нашем телеграм-канале и группе ТВК во Вконтакте мы публикуем крутые розыгрыши. Будьте в курсе событий и помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У вас еще есть время, чтобы принять участие. И помните, что ТВК – это не только ТВ.